Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с нашей гостьей будем говорить о развитии районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Присоединяйтесь! Людмила Владимировна Лесюк. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облсполкома. В 1978 году окончила Мозерский государственный пединститут имени Крупской. Свою трудовую деятельность начала в этом же году учителем физики и черчения средней школы номер 36 города Гомеля. В 1979 году на протяжении 12 лет работала в комсомольских и партийных организациях. В 1989 году окончила Минскую высшую партийную школу. В 2003 – Академию управления при президенте Республики Беларусь. В органах исполнительной власти Людмила Лесюк с октября 1991 года работала заведующей сектором по делам молодежи отдела координации социально-культурной сферы, заместителем председателя комитета по делам молодежи. На нынешней должности отстаивает интересы области, являясь членом конкурсной комиссии Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, а также Республиканских координационных советов по проектам международной технической помощи. За многолетний добросовестный труд Людмила Владимировна награждена грамотами Гомельского облсполкома, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС при МЧС, Национального собрания Республики Беларусь, медалями «Союз ветеранов Чернобыля Республики Казахстан», «Союза Чернобыля Российской Федерации Росатома». На вопросы, которые касаются развития пострадавших территорий, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Здравствуйте, Олечка. Я поздравляю вас с очередной государственной наградой, медалью за трудовые заслуги, которую вам накануне вручили в Минске. Спасибо большое. С какими впечатлениями вы вернулись с этого мероприятия? Ну, я вам хочу сказать, у нас было около ста человек, собрали нас во Дворце Республики, вручал нам эти награды, ну, медали, награды Кобяков, премьер-министр. Настолько было как-то по-душевному тепло. Мне понравилось то, как люди это восприняли. Вот такое было ощущение, вот скажем так, вот небольшого праздника. Не потому, что тебе вот эту награду вручают, а потому, что вот ты смотришь, там были очень достойные люди, и представители международных организаций, работающих в Республике Беларусь, и представители власти, и врачи. Очень было много, кстати, врачей простые, там вот даже, значит, врачи с поликлиник, с больниц, вот, заводов, лесники были. У нас же в этом году летом было много пожаров в районах, многих тоже наградили. Настолько вот как-то вот приятно было, люди как-то вот, ну, чувствовалось как-то гордость за свою страну и за то, что есть такие люди у нас в стране, которые вот достойны этих наград. Спасибо, Людмила Владимировна. Участок работы, который вы ведете, он, на мой взгляд, один из самых непростых. Вам приходится сталкиваться и с людскими бедами, и с попытками спекулировать на этой теме. Что в вашей профессиональной деятельности, в решении профессиональных вопросов для вас было самым сложным? Ну, вообще, конечно, сказать, что что-то сложным для профессионала, вот, в жизни, мне кажется, нет. Бывают вопросы, которые сложно решать, но все равно, если человек профессионал своего дела, он добивается решения того или иного вопроса. Вот, конечно, в силу специфики нашей работы, потому что у нас управление единственное в республике, и чернобыльское законодательство, и те вопросы, которые связаны с социальной защитой граждан, пострадавших от чернобыльской аварии, в республике только знает наш департамент, который находится в Минске, но это далеко от Гомельской области. И так как больше всего пострадала Гомельская область, это, естественно, работники нашего управления. И даже в свое время, когда к нам приходили там проверки с определенных структур, они сначала спрашивали, вот, расскажите, что нового в чинобольском законодательстве, что изменилось, а потом они уже стали в соответствии с нашими рекомендациями, смотрели работу управления. И, конечно, что было интересно, я вам хочу сказать, с моей точки зрения, как человек, который, ну, довольно не первый год работает в госструктуре, самое проблемное, мне так кажется, легче всего работать с бумагами, сложнее всего работать с людьми. Потому что, когда к тебе человек приходит со своими заботами, со своими проблемами, важно дойти до этого человека, вот, именно до его проблемы. И даже если ты в соответствии с законодательством не можешь ему помочь, человеку нужно так объяснить, так рассказать ему, почему возникла та или иная ситуация. Вот как приходят люди спустя 30 лет, он, допустим, был где-то в свое время, ликвидировал последствия овали, не получил удостоверение. Ну, прошел уже 30 лет, и, понимаете, конечно, сложно, должны быть определенные документы, финансовые документы. Человеку нужно все это объяснить. Ему объяснить так, я вот своим молодым, так сказать, ребятам, почему я всегда говорю так. Человеку нужно сказать так, чтобы он счастливым, сказать ему даже нет, но чтобы он счастливым ушел с кабинета. И когда человек уходит и говорит тебе спасибо, говоришь, ну, а за что же спасибо, я же ничего вам не помогла. Но ведь столько вы внимания мне удивили. Людмила Владимировна, я не сомневаюсь, с вашей добротой, с вашей душевностью, с вашим тактом вам это наверняка удавалось. А каждая человеческая история, она уникальна. Для многих Чернобыльская авария стала действительно трагедией, разделившей жизнь на до и после. Скажите, пожалуйста, какие, может быть, интересные истории, интересные ситуации происходили, в которых вам пришлось поучаствовать за эти годы? Ну, когда произошла авария, вы же, наверное, знаете, что всех детей эшелонами отправляли на оздоровление, чтобы детки могли три месяца находиться на чистой территории, чистую продукцию, чтобы каким-то образом растить наше здоровое поколение. И, конечно, сложилась такая ситуация, что ко мне пришли комсомольцы одного из советского района и говорят, вы знаете, вот мы договорились, в Епатории есть возможность принять эшелон наших детей на оздоровление, но у нас нет возможности их отправить, потому что поезда не ходят, нет вагонных и так далее. Мне пришлось, скажем так, занимая довольно-таки небольшой пост, но мне пришлось выйти на железную дорогу, на руководителей, объяснить ситуацию по-человечески и, значит, объяснить, что необходимо. А у нас нет вагонов. Я говорю, как нет? У вас есть запасные? Да, стоят неремонтированные. Говорю, ну можно же их вот два-три дня бросить в бригады? Это же для наших детей. И вы знаете, я, наверное, нашла все-таки слова убеждения, и, честное слово, они нашли возможность, они отремонтировали эти вагоны, и эшелон детей уехал на оздоровление, значит, на летний период в Епаторию. Женщины должны вдохновлять мужчин на такие трудовые подвиги, собрать эшелон из разрозненных вагонов, их быстро отремонтировать. В этом году мы, так или иначе, очень много говорили и вспоминали о Чернобырской катастрофе в связи с ее 30-летием. На ваш взгляд, все ли запланированное удалось реализовать? Вам, наверное, понравилось не совсем верное слово, но осталось ли удовлетворение от того, что происходило весь этот год? Ну, год еще продолжается, и я вам хочу сказать, 30-я годовщина была только 26 апреля, но под ее гидой и различные международные организации до сих пор продолжают проводить конференции, как во всем мире, не только на территории Республики Беларусь, на территории Гомельской области. Мне кажется, все равно работаешь на благо людей, на благо государства, но все равно всегда хочется сделать больше. Поэтому сказать, что там удовлетворен всем, мне кажется, немножечко это будет пафосно. Поэтому, конечно, есть вещи, которые запланированы и которые хочется еще продолжать их делать. У нас даже на сегодняшний день, у нас уже 26 апреля прошло, после 26 апреля у нас уже приезжало корейское телевидение, приезжали японские делегации. Сейчас у нас приезжает американский фотограф, буквально на вот эти выходные, значит, фотографировать, который в апреле 2016 года при поддержке нашего, значит, посольства в Нью-Йорке организовал фотовыску в Чернобыль, по-моему, событие факт, оно так называется. Вот они по-новой приезжают к нам в Гомельскую область, естественно, опять в Гомельскую область. То есть мероприятия, они все равно продолжаются и будут продолжаться. Точно так же вот проходят различные семинары до сих пор даже в Минске. Многие общественные организации, даже не только в Гомельске, очень много даже в Минске организаций, которые тоже под эгидой 30 лет Чернобыля продолжают проводить мероприятия. Хотя уже эта годовщина прошла, но этот год идет. И я думаю, что и в следующем году все равно эта тема останется злободневной в мире, потому что это же год 30-й годовщины и пятилетие Фукусимской аварии. То есть, к сожалению, в мире происходят вот эти спирали, происходят вот эти, к сожалению, катастрофы. Пусть она была не такого высокого уровня, немножко меньше, чем наша авария, но, к сожалению, это тоже уже произошло. И тот опыт, который приобрела Республика Беларусь, он... Вынужденный, но он очень ценный. И он сегодня нужен миру и научной общественности. В 1986 году на загрязненной территории в Беларуси оказалось более 2 миллионов человек. 3 700 населенных пунктов. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня человек, население Гомельской области проживает на загрязненной территории? Ну, у нас в соответствии с постановлением Совета Министров сначала один раз в 3 года, сейчас один раз в 5 лет у нас происходит пересмотр территории. И определенные населенные пункты, значит, выходят в зону радиоактивного запринения в менее жесткую. Вот последнее постановление было в январе 2016 года в этом году. И выпало у нас 94 населенных пункта. Но если говорить о вот этих цифрах, что вы сказали, это получается больше, чем 50%. На сегодняшний день у нас более 1200 населенных пунктов, которые находятся в зоне архотеактивного загрязнения, в которых проживает более 889 тысяч человек. То есть немножко меньше миллиона. Но опять же, на территории Гомельской области у нас еще остается населенный пункт, правда они небольшие, их около 10, которые находятся в зоне свыше 15 кири. И такие населенные пункты, как Светилычи и Стреличево, Светилычи и Доветковский район, Стреличево, это у нас Хониский район. Это зона свыше 15 кири, в которых проживают и взрослые, и дети. И там, как говорится, проводятся все мероприятия, необходимые для безопасного проживания граждан на этих территориях. Ну вот японцы, попавшие в ситуацию аналогичную нашей, столкнулись с очень серьезной психологической проблемой, с радиофобией. И даже школьники у них признаны нуждающимися в профессиональной помощи. Почему мы так, ну может быть нелегко, но достаточно быстро справились с этими страхами? Это особенность менталитета, как вы считаете? Ну, во-первых, я считаю, белорусские люди, наш белорусский народ, во-первых, он очень добрый народ. Во-вторых, в жизни, наверное, все-таки так произошло, и вот та же Великая Отечественная война, как пример, практически у нас в стране, наверное, ну я не знаю, наверное, не найдется семьи, которая, если не напрямую, то косвенно была связана с Великой Отечественной войной. Вы же знаете, есть статистика, каждый третий или каждый четвертый белорус во время Великой Отечественной войны погиб. И так как мы находимся, я считаю, практически в центре Европы, вот, то наша страна, ну как бы подвержена, вот, получилось вот тому, что вот и во время Великой Отечественной войны произошли вот эти процессы, и эта авария произошла. И я все-таки думаю, что социальная защита, которая ведется нашим правительствам, вот, то, что делается нашим государством, даже по сравнению с Украиной, и белорусы это видят, и по сравнению с Россией, хотя Россия большая страна, и там намного меньше пострадало областей и населенных пунктов от аварии. У нас же республика больше всего пострадала. Но вот эта, наверное, белорусская закалка, вот эта белорусского человека, она, я не знаю, хорошо это или нет, но она вот привела к тому, что у нас практически уже нет этой радиофобии. Хотя иногда это неправильно в каком плане. Не самой радиофобии или Бознии. Трагедия, она произошла, и мы прекрасно живем в нашей стране и на наших территориях. Но вот все-таки какая-то небольшая осторожность, хотя бы, когда мы идем в лес и собираем те же грибы и ягоды, даже это у многих наших граждан отсутствует. Но вот кто-то эти риски преуменьшает, кто-то их, может быть, преувеличивает, а каковы они объективно для жителей загрязненных территорий? Ну, они объективно, они абсолютно не страшны для тех людей, которые применяют правила проживания на радиоактивных территориях. Если у человека есть личное подсобное хозяйство, конечно, желательно хоть иногда проверить то молоко, если, допустим, человек держит корову, которую он получает в личном подсобном хозяйстве. Или, допустим, если человек находится, вот, допустим, населенный пункт, где-то недалеко от заповедника или от территории, которая запретна. У нас бывают такие, значит, у нас же сейчас нет такой... У нас есть администрация зоны отселения, отчуждения, полейский заповедник, который охраняется. Но, к сожалению, вот есть леса, даже которые, вот, то, что я говорила, 10 населенных наших пунктов, и возле них, значит, есть участки леса. И в лесхозах, в каждом лесхозе есть карта, и на карте есть возможность любому человеку прийти в лесхоз и посмотреть, какой участок, где можно собирать грибы, где желательно не собирать эти грибы. Возможность проверить эту продукцию есть тоже у каждого человека в той же лаборатории, вот у нас на рынке и так далее. Но, к сожалению, наши люди иногда или слишком беспечны, вот, но иногда при возможности, скажем, если вы все-таки на Чернобыльской территории или где-то рядом, знаете, многие едут вот в Радуницу, они едут, значит, на свои территории, там, где похоронены их родители, и начиная там где-то в леске собирать грибы. Проверьте эти грибы, вот. Тем более, если это будет разовое, оно не повредит, может быть, организму. Но если это в какую-то систему входит, то, конечно, нужно стараться иногда, значит, вот эти правила применять. Вот иногда вот у нас такая небольшая обеспеченность бывает. Вот сейчас узнаем. Людмила Владимировна, у нас есть опрос, наши корреспонденты задавали жителям области. Тот самый вопрос, проверяете ли вы продукты питания на загрязненность радионуклидами? Давайте посмотрим. Раньше было когда-то в Советском Союзе, а сейчас уже. Я не покупаю на рынке, я на своей даче выращиваю, но проверять я проверяю. Напротив ЗИПа, там, у этой лаборатории. Попадается грязная продукция? На даче? Нет. И даже с леса, когда я проверяла малину, то не было грязной малиной. Нет, ни разу не проверила еще, ни разу. Едим все, что есть. Нет у нас где-то, где можно его проверить. На питание. А в другую лабораторию завезти? Тоже, мы не знаем, где она есть даже. Уже давно-давно не проверяем, уже как-то отвыкли от этого. А раньше проверяли? Раньше проверяли, когда это поначалу было. А сейчас уже, вроде говорят, нормально все, так вот мы не проверяем. Никогда не проверяю. Во-первых, в лес я редко, сейчас у меня проблемы с ногами. Я в лес, как говорится, не езжу. На базаре я тоже редко когда что-то покупаю, так что на что-то радиации я не проверял ничего. Не проверял ни разу, не было такого, что всегда свое, обычное большинство, свои гряд. Да, обязательно. Требую справку. Как-то не проверяю. Но обычно и не покупают такого ничего, с рынка. Нет, не проверяю. А не боитесь, что радиация будет в организм попасть? Ну, я об этом не задумывалась, если честно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Это Саргачева, Ушков Анатолий Николаевич. В следующем году он мне на пенсию. Набросится мне еще год, как ликвидатору. Набросится? Набросится? Что значит набросится? Да. То есть вам нужно будет еще отработать один год? Или что вы имеете в виду? Не, я имею в виду, что люди ушли в 50 лет, ликвидаторы. Их сняли временно. Я работаю до 60 лет, и мне еще год набрасывают. Людмила Владимировна, нужно что-то уточнить? Потому что я не совсем понимаю. Анатолий Николаевич, значит, вы ликвидатор по какой статье? У вас 19 или 20 статья? Включился уже? Нет, должен быть на связи. Просто может быть задержка звука. Я слушаю. Вы слушайте, пожалуйста, в трубке, не в телевизоре. Какая статья у вас? 19 или 20? Все, понял. Продолжайте, пожалуйста. Людмила Владимировна, какие нюансы в данной ситуации существуют? Давайте сделаем таким образом. Пусть он позвонит. Мне нужно знать, 19 или 20 статья, где он принимал участие. В какая-то была зона, 10-километровая и 30-километровая зона. И в каком это было году. Поэтому, значит, надо, что имеется в виду год, может быть, такого не может быть, там год к нему. Год вот этот вот один, что он имеет в виду для всех пенсионеров. Там какие-то есть нюансы. Надо посмотреть, какое у него удостоверение. Дело в том, что в нашем управлении, там, ну, скажем так, приемный день четверг. Но мы каждый день, любой человек, который нам позвонит или приедет к нам в управление, дадим любую консультацию. Поэтому пусть он просто возьмет свое удостоверение, если он смотрит телевизор. Или позвонит. Допустим, мой прямой, может быть, назвать мой телефон 75 47 31. Или 70, так, 70, так, мне не помню второй телефон. Ну, чтобы вы себе не звоните. Да, хотя бы вот по этому телефону. Ну, в любом случае, можно позвонить в обысполком, в приемную, и там скажут телефоны нашего управления. Пусть он позвонит, и вопросов нету. Значит, если вдруг мой телефон не ответит, я просто могу выйти из кабинета. Без вопросов. Он по любому телефону в управлении позвонит, мы ему дадим консультацию. Если он будет в Гомеле, пусть он возьмет свои документы, и в любое время с полдевятого до полшестого придет к нам в управление, милиционеры его пропустят без проблем, мы посмотрим и ответим, хочет, пусть придет ко мне в кабинет. Я все, что смогу, все ему проконсультирую, все ему подскажу. Спасибо большое. Давайте обсудим увиденное. Вообще, как часто оказываются на рынке продукты потенциально небезопасные с точки зрения содержания в них радионуклидов? Ну, на рынке это невозможно. Значит, я, наверное, вначале немножечко говорила, вот в личных подсобных хозяйствах, к сожалению, такие моменты бывают. Значит, если, допустим, вот, как я уже говорила, животные мы пасем не там, где надо, или собираем корма, не вот как вот женщина говорила там со своей дачи, а где-то, извините мне, на территориях, на которых это нельзя заготавливать корма. Такие моменты бывают. Вот. Если говорить о, значит, продукции леса, очень часто, вот я же сама тоже езжу на тот же Минск, вот мы едем по трассе, и там продаются те же грибы и те же ягоды. Вот если вы едете по трассе с Минска, хотите вы купить эти грибы и ягоды? Вот правильно сказал вот мужчина в репортаже, возьмите, попросите сертификат. Вполне возможно, у тех людей, которые продают, особенно чернику по вот этой трассе, этого сертификата не будет. Я вам хочу сказать, превышения бывают, значит, но не на рынке. На рынке этого просто невозможно, потому что там вся продукция проверяется. Только с рук, да, и самому можно себе такое приобрести. Да. Людмила Владимировна, есть еще один вопрос. Здравствуйте. Мы слушаем вас, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, Людмила, пожалуйста, такой вопросик. Нас по стране руководство говорит по Белоруссии, что у нас нет радиации, и, ну, чистое уже все, не плацетрадиционное, но почему тогда все продукты проверяют на радиацию? Если у нас в Белоруссии нет радиации? Ну, да, вопрос из разряда софистики. Ну, да. Дело в том, что, ну, как это сказать, что вы знаете, простите, вы не представились, но что я вам хочу сказать. Я, допустим, не говорю о том, что у нас нет радиации. Дело в том, что у нас существует 30-километровая зона, заповедник. Это очень уникальный заповедник в Ходницком, на территории бывшего Наравлянского, Ходницкого и Брагинского районов, на территории которого выпила вся таблица Менделеева, в том числе Амирицы, Плутонии, Стронции, Цезии и все остальные. Практически вся таблица Менделеева. И говорить о том, что в этом заповеднике нет радиации, это просто неправильно. Другое дело, что с помощью... У нас в Республике Беларусь существует государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции. И благодаря этой программе у нас есть возможность получать чистую продукцию на сельскохозяйственных территориях. У нас есть возможность, чтобы наши люди проживали безопасно на территориях, которые подверглись радиации. Я же вот только что недавно говорила, что у нас даже счет на территории только нашей Гомельской области осталось 10 населенных пунктов, где зона свыше 15 кюри. То есть у нас есть такие территории. Но благодаря именно политике, кстати, государства и нашего руководства и президента, у нас вот эта чернобыльская программа, которая в полном объеме выделяется деньги, в том числе на больше всего... Кстати, около 70% идет на территорию Гомельской области этих финансовых средств, в том числе и оздоровление, вот то, что я говорила, и питание бесплатно в школах за счет чернобыльских денег, и оздоровление детей один раз в год бесплатно, чтобы дети могли выехать на другие территории, и чтобы они хорошо питались. Это все делается для того, чтобы было безопасное проживание на территориях, загрязненных радионуклидами. А то, что радиации нет, она просто не видна, поэтому, может быть, это так было сказано. Вот именно этот вопрос кажется людям несведущим, людям далеким от нас, ну, я имею в виду далеким территориально. Кажется, или фальшью, или чудом, как мы, проживая на загрязненной территории, можем получать чистую продукцию, еще экспортировать ее. Как же это происходит? Почему при этом у нас и нормы гораздо... Жестче. Жестче. Да, если, допустим, взять нормы РДУ и взять наш самый любимый картофель, так если, допустим, взять, значит, Российскую Федерацию, там норма РДУ по картофелю 320 бекерейли на килограмм, а у нас 80, в 4 раза жестче, так как мы очень любим картофель. Вот. То есть есть, конечно, нормы, естественно, у нас есть таможенный союз, и для того, чтобы та или иная продукция, значит, могла экспортироваться, естественно, мы придерживаемся нормы РДУ, а почему мы делаем их жестче, только для того, чтобы обезопасить то население, которое проживает на наших территориях. А тот опыт, который получила Республика Беларусь, получение чистых продуктов на территориях загрязненных родинуклидами, отвечая тому товарищу, который сказал, что кто-то говорит, что, к сожалению, радиации нет на территориях, есть, но мы просто умеем прекрасно, значит, получать чистохозяйственную чистую продукцию на этих территориях. И этот опыт, он именно неоценим во всем мире. И наша Республика Беларусь уже выступает как эксперт. И когда японские делегации, вот фокусили, все это произошло, особенно первых три года, они каждый месяц ездили по несколько делегаций, даже частные фермеры приезжали и смотрели опыт Республики Беларусь о том, каким образом мы все-таки получаем эту чистую продукцию за счет тех защитных мероприятий, которые проводятся у нас в агропромышленном комплексе. И даже многие немцы, которые приезжают, сначала они приезжают, изучают ситуацию в Республике Беларусь, а потом они как эксперты выступают на международных различных конференциях, там, где, допустим, вдруг получается так, что кто-то из белорусов не приехал. А в Фукусиме, вот наши институты, наш институт радиологии, радиоблогии, республиканские наши институты, и у нас в Полесском нашем радиационно-экологическом заповеднике есть, значит, лаборатория, которая там вахтовым методом ученые из Минска приезжают. Вообще-то, конечно, уникальные есть научные разработки, которые восхищаются весь мир, и в том числе такая высокоразвитая страна, как Япония. Три десятилетия в стране велась работа, направленная сначала на то, чтобы минимизировать последствия чернобыльской катастрофы, снизить риски, существующие для населения. Теперь речь идет уже о несколько ином, о стабильном развитии, экономическом прежде всего. Скажите, пожалуйста, в какие проекты на Гомельщине вкладываются деньги по чернобыльской программе? Ну, я вам хочу сказать, чернобыльская программа, особенно вот прошлую пятилетку, у нас она вот закончилась довольно-таки успешно, мы практически, значит, освоили все эти субвенции, которые были выделены государством на Гомельскую область. У нас прошло, были так называемые специальные инновационные проекты на всех наших чернобыльских территориях. Их было более 17. Вот, и я вам хочу сказать, конечно, деньги вкладываются в эти территории, очень довольно-таки немалые. И как пример, допустим, вот я вам могу привести Ходницкий, значит, завод, там, значит, были вложены очень приличные деньги по получению сыворотки на этом заводе, и то оборудование, которое было закуплено, оно было, огромная часть была закуплена по чернобыльской тематике. Если говорить, допустим, о щебеночном заводе в Леческом районе, там тоже были более 33 миллиардов, ну, старыми деньгами, было вложено тоже с чернобыльской тематикой за прошлую пятилетку. А вот давайте посмотрим. У нас как раз есть сюжет. Накануне наши корреспонденты побывали в Леческом районе и поинтересовались планами по созданию новых производств. На месторождении Приболовическое в Леческом районе работы по заготовке сопропилей в этом году практически завершились. Созданных запасов должно хватить до следующего сезона. Сегодня в районе разведано более 800 тысяч тонн этого сырья, однако в местном исполкоме не исключают, что реально эта цифра в несколько раз больше. При том, что сфера применения сопропилей очень широкая, от косметологии до изготовления удобрений и кормовых добавок. Имеется заключение Института экспериментальной ветеринарии о том, что использование этих добавок на основе сопропилей имеют большой эффект для здоровья животных, для привесов. То есть там у них содержат они натуральные элементы, белок, витамины, минералы, весь необходимый комплекс. Наличие значительных запасов сопропилей позволило реализовать в Леческом районе проект в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы НЧС. В 2011 году на базе Лельчицкого агросервиса создали современное производство биологически активных витаминизированных кормовых добавок. В общей сложности на реализацию проекта затрачено полтора миллиона долларов. В необходимости открытия такого производства сегодня никто не сомневается. Рынок для сбыта кормового сопропиля от Российской Федерации Евросоюза до Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, сопропиль активно закупают белорусские сельскохозяйственные предприятия и хлебокомбинаты. Раньше вводилась сопропиль у нашей комбикорма на КХП. Один процент, сейчас дадено поручение губернатора доводит от трех до четырех процентов, то есть нашего сопропиля у комбикорма. Комбикорма это сопропиль содержит всю полностью таблицу Менделеева. Еще один проект реализованный в Лельчицком районе в рамках государственной чернобыльской программы реконструкция щебневого завода «Глушкевичи». За 2011-2014 годы на эти цели было выделено более 30 миллиардов рублей. Из эксплуатации вывели физически изношенное и морально устаревшее оборудование. Снизили себестоимость продукции и сократили внутрисменные простои. «Была закуплена дробилка конусная ГМД 1750, что позволило выпускать в мелкие фракции и более, скажем, улучшить производительность данной линии. Также был закуплен тогда буровой станок. Были приобретены 10 автопоездов, которые вывозят продукцию в основном на станцию Житковичи для Друзки по железной дороге». Отсутствие железной дороги в Лельчицком районе, пожалуй, главный сдерживающий фактор при освоении природных ресурсов Припятского полесья. Что, впрочем, не мешает планировать и реализовывать новые проекты. На том же щебеночном карьере в ближайшее время планируется построить два новых завода. Один с российским капиталом, второй с Солигорским институтом проблем ресурсосбережения. Этот проект рассчитан на 4 года с объемом инвестиций почти в 4 миллиона долларов. Планируемый объем добычи и реализации строительного камня не менее 800 тысяч тонн в год, что в свою очередь позволит поднять экономику пострадавшего района на новый уровень. «У них будет инновационное производство, потому что они сами производят оборудование для добычи щебенки, плюс они ориентированы чисто на экспорт, то есть их больше интересует проработанный рынок избыта – это Польша, Россия, то есть более экспортоориентированное будет производство. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лисюк. Людмила Владимировна, вот как раз доказательством тому, что речь сегодня идет о развитии пострадавших территорий, служит привлечение инвестиций. Ни один деловой человек вкладываться в дело, которое не будет прибыльным, конечно же, не станет, не станет и государство деньги туда отправлять. Так вот, как удается сегодня этим районам привлекать инвестиции на развитие новых производств? Ну вот, красивый был такой репортаж, вот в тех же Влушковичах, правильно, как сказали, там еще и российский капитал. Кроме того, что вкладываются чернобыльские деньги, идет российский капитал более 6 миллионов долларов. Вот, если говорить, допустим, о Брагинском районе, о Ельском районе, у нас там мы можем сказать, что уже на сегодняшний день более 20 миллионов долларов на строительство солнечных парков. Людмила Владимировна, мне не хочется сбивать вас мысли, но у нас есть телефонный звонок на линии, мы к этой теме обязательно еще вернемся. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Черняк Анатолий Иванович, я из Брагинского района, из выселенной зоны, из деревни Глухович, которая отходит до 30-километровой зоны. Имею две статьи, 19 и 24. И почему я не подлежу под государственную программу? Почему до меня деньги не доходят? Вы отчитываете, что программа разработки выполняется на 100%. Почему до меня не доходят? Или я под этот закон не подхожу? Нужно ли что-то уточнить? Нет, ну, по ликвидаторам я могу сказать. Значит, по статье 19 и по статье 20 вообще в Республике Беларусь и в Гомельской области этот вопрос поднимался еще раньше. Конечно, были немножечко больше льгот. Сейчас осталось меньше льгот для ликвидаторов по статье 19. Потому что когда наш правовой центр администрации президента провел анализ по Республике Беларусь, кто какими льготами пользуется, и получилось, где-то это было года 4 или 5 назад, что на одного работающего жителя в Республике Беларусь приходится 4 льготника. Это имеется в виду и инвалиды первой группы, и второй группы, и третьей группы, и ликвидаторы по статье 19, по статье 20. И тогда было принято решение, что нужно оставить, значит, льготы самым незащищенным людям. То есть, если у нас ликвидатор по 19 и 20 статье, он имеет еще и группу инвалидности, первую или вторую, то есть там большая потеря трудоспособности. Потому что третья группа инвалидности, это где-то там 10, 15, до 30 процентов потерь трудоспособности. Это несовершеннолетние дети, которые государство должно защищать. Это, естественно, детские пособия, значит, я уже вот об этом сегодня еще не говорила, детские пособия до 3 лет. Потому что на этих территориях детские пособия идет 150 процентов. Вот пусть спросят беременные женщины, об этом знают. Это то, что я уже говорила, оздоровление детей раз в год бесплатное за счет государства для всех детей, проживающих на Чунобойских территориях. Это бесплатное питание для всех детей, проживающих на Чунобойских территориях. Разве это не государственная программа? А для ликвидаторов, в том числе вот по 19 статье, как вот молодой человек сказал, это, естественно, стопроцентная оплата больничного. И она осталась, эта оплата. Да, социальный отпуск, они имеют право 14 дней взять в любое удобное для них время. Но это социальный отпуск. Те же аналоги определенной льготы. То есть небольшие льготы, они остались. Но не такие вот большие, как были, допустим, раньше. Раньше было бесплатное жилье. Сейчас, допустим, получает, если человек имеет 18 статью, он получает социальное жилье, которое потом остается государству. Вот. И раньше были льготные кредиты. Но, извините мне, уже прошло 30 лет. Но все равно основные направления для, вот как я сказала, для незащищенных слоев, то есть для инвалидов первой и второй группы, в том числе и чернобыльцев, для деток, для беременных женщин, они на этих территориях остались. И для студентов, которые приезжают, кстати, и по контракту работают на этих территориях. Те же подъемные, очень приличные подъемные. Если заключается, допустим, на 5 лет, во-первых, мы строим жилье, я уже об этом не говорила. Тоже для молодых специалистов, для закрепления. Потому что приезжает молодой человек, не квартиры, нет возможности, значит, где семьей жить. А для того, чтобы молодежь жила, кроме рабочего места, еще должно быть жилье. Естественно, очень приличные контрактные надбавки, значит, и одноразовые, и потом контрактная надбавка для тех молодых людей, которые работают на этих территориях. Это все чернобыльская программа. Спасибо большое за столь подробный ответ. К сожалению, ну, так мы люди устроены, кто в большей степени, кто в меньшей, что мы к хорошему привыкаем очень быстро и замечаем только уже негативно. И то, что могло бы быть лучше или когда-то было лучше, чем сейчас. Но это действительно есть. Давайте продолжим. Мне бы очень хотелось еще узнать о перспективах экономического роста и развития этих территорий. Там живут люди, там рождаются дети, там есть потребность в рабочих местах. Какие проекты реализуются? Да, вот я тоже хотела сказать, что очень важно. Создание новых производств, это понятно, но главное, чтобы созданием этих производств открывались новые рабочие места. И когда подписывается тот или иной или инновационный проект, или вкладываются те же чернобыльские деньги, мы прежде всего смотрим, когда смотрим этот проект, мы смотрим о том, что были обязательно открыты рабочие места. Это прежде всего. И мне бы хотелось вот в этом году я хочу сказать про Ветковский район, Хальч. У нас там сейчас строится птицефабрика, в которой вкладываются очень большие чернобыльские деньги. И будет эта птицефабрика с мощностью 20 тысяч тонн птиц в год. Это тоже очень огромный комплекс. Это тоже Чернобыльский район, Ветковский район. Это тоже очень важно. И вот то, что я говорила, и те же солнечные батареи и в Хойницком, и в Ельском, и в Наравлянском, и в Брагинском районах. Этих 17 проектов. И в каждом из этих проектов были именно созданы рабочие места. И вот это привлечение капитала, вот если говорить о солнечных батареях, это австрийская компания. Если говорить в Калиньковском районе, Белсыр, вы наслышали, это поляки. Если в других районах, это и российский капитал, и британский капитал. А если говорить вообще о количестве стран, это более 40 стран, которые вот в этих чернобыльских территориях, они не боятся, вкладывают. Это, кстати, частный капитал. То есть идет здесь государственное и частное партнерство, если вы слышали такое, вот тоже есть сейчас вот у нас в Республике Беларусь. Это тоже в том числе и частный капитал. Где-то государственное, но в основном вот если иностранцы, то это частный капитал. И люди с удовольствием вкладывают деньги в эти территории для развития этих территорий. И основным условием остается это создание рабочих мест. И это приятно, что нас рассматривают как равноправных партнеров, не как пострадавших от страшной катастрофы, которые нуждаются в помощи. Уже сегодня мы говорим совсем о другом. И когда вот мы недавно приезжали, представители организации беременных нас, и господин Самарасин, который, кстати, несколько раз с президентом встречался, он приезжал, значит, ну и в Гомельскую область приезжал, и мы были потом в Хойницком районе. И когда мы ему показывали мелковиду, мы говорили о том, что продукция мелковиды идет в Хойницкого, значит, этого завода в восемь стран мира. Вот оно идет, и, естественно, это очень вкусно, и проходит абсолютно весь контроль, и все РДУ, которые есть, которые, как мы уже с вами говорили, намного жестче, чем и в Таможенном Союзе, или по сравнению с Россией, и с Украиной. И на этом, к сожалению, мы вынуждены нашу программу завершить. Людмила Владимировна, спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лисюк была сегодня нашей гостьей. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин